Всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька и я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен новому рекорду, который у нас проходил на протяжении предыдущей недели. У нас есть новый молодой человек, который сумел побить все возможные рекорды по заработанным кристаллам в игре. Это Шейм, это, можно так сказать, игрок нашего коллектива Тимпоинтерс, мой сокоманник. Именно этот молодой человек на протяжении предыдущей недели, а именно ивентовой недели, посвященной к Дню Святого Валентина, Шейм сумел набить рекордное количество кристаллов в боях. 4 миллиона 200 тысяч. До этого рекорд принадлежал Артемчику, кто его не знает, Кинг оф ТП. И его рекорд был 3 миллиона. На целый миллион 200 кристаллов Шейм сумел перебить. Это, сказать, что большие цифры, ничего, наверное, не сказать. Это нереальнейший жесткий результат. И сегодня, конечно же, этому событию посвящен наш видеоролик. Очень печально, что не сохранилась статистика непосредственно в рейтингах танков онлайн. Я не знаю, почему, но она слетела за предыдущую неделю. Она слетела у всех абсолютно, да. То есть не так, что там только у Шейма она улетела, а у всех остальных она осталась. Не знаю, что за баги происходит, но печально, что она улетела. Хорошо, что сделали скриншоты. Посмотреть можно на то, какое большое количество кристаллов в отрыве вообще было, да. Молодой человек с ником 1. Ой, вернее, и. И набил 2 миллиона 200 тысяч. Что вообще, в принципе, показателю является тоже очень хорошей цифркой. Тёмик там тоже где-то есть, видите, да, на шестом месте. Но 4 миллиона 200 это безумные цифры, просто безумные, да. Я, наверное, немножечко поспособствовал изменению нового рекорда. Я, ну, не скажу, что, конечно, забайтил, но предложил интересную темочку Шейму, на которую он согласился побить рекорд. Вот, заключил определённое пари, и в этом пари он вышел победителем, он сумел побить рекорд, да. И, по сути, сделать такие безумные цифры, которые, я думаю, что останутся в этой игре на длительный период времени. И я думаю, что ещё долго никто не сможет побить 4 ляма 200 тысяч кристаллов в матчмейкинговых боях. Ну, вообще, в принципе, в игре за неделю. Это в среднем около 600 тысяч кристаллов в день. Вы просто вдумайтесь. Каждый день 600 тысяч кристаллов. На протяжении 7 дней. Я благодарен очень замечательному скриншоту, который замутил Артёмчик. Это скрин до самой жёсткой задротской недели, которая когда-либо была в игре. Скриншот аккаунта Шейма. Именно исходя из него, мы можем посчитать, что вообще сумел молодой человек сделать за неделю в игре. Помимо рекорда в 4 миллиона 200 тысяч кристаллов. Скажу вам, что если бы он бы набивал бы всё это дело не в штурме, возможно, не получилось бы набить столь большое количество кристаллов. И более чем уверен, что если бы это набивалось бы в каких-нибудь там режимах регби, он бы поднял бы куда большее количество званий. Как вы видите, до начала ивента у него была 63-я легенда. Сейчас же у нас после, то есть вот первый день, понедельник, после окончания задротской недели, 73-я. То есть в сумме мы имеем 10 поднятых легенд. И это мало, реально мало. То есть здесь могла быть цифра 20, могла быть цифра... Ну ладно, предел, наверное, 20. Предел, наверное, 20 больше не буду там говорить. Там какие-то 25 нет, это уже безумные цифры. Но примерно 20 легенд он мог поднять. Он мог поднять в 2 раза больше. Я уверен. Что касаемо кристаллов, как бы здесь всё понятно. Что касаемо часов в игре. Непосредственно в битве Шейм находился 56 часов за неделю. То есть если разделить на 7, то, грубо говоря, 8 часов в бою. В бою каждый день. Плюс вне боя пока ищет катку. Ну как бы сами можете там подбить цифры. Там, ну, десятка минимум. Минимум десятка, я думаю, что даже больше. То есть это на протяжении 7 дней вы представляете. Ну, то есть я когда начинаю вдумываться в эти цифры и начинаю думать о том, какие я челленджи выдавал, да, мне плохо становится, честно. Ну, это просто жесть. На протяжении 7 дней по 10 часов в игре. Ради того, чтобы набить вот такой вот нереальный рекорд. Да, окей. Это жёстко. Это круто, что есть такие рекордсмены. Но, блин, друзья мои хорошие, не повторяйте, честно, ну, не повторяйте, не делайте никто, не старайтесь перебивать эти рекорды. Вот такие рекорды в 4 ляма 200, я могу сказать, его реально перебить. Но вы просто не представляете, каких сил нужно вложить в это, чтобы набить такое большое количество кристаллов за одну неделю. Плюс, вам должно свести так, чтобы у вас была полная неделя повышенных фондов. То есть в сумме это их 4 с прямкой x8 фонды должны быть. Ну и чтобы они длились всю неделю, чтобы... Ну, вот сейчас, благо, ещё сложилось так, что у нас увеличили количество игроков в матчмейкинге. То есть до 12 на 12 кидало в штурме, и это тоже своего бонус, своего рода бонус определённый, да. То есть если бы не было бы такой возможности, я думаю, что там было бы намного-намного тяжелее всё это дело бить. Но, в принципе, по полмиллиона, я думаю, что даже если бы не было бы этих штурмов, по полмиллиона шею мы могли бы спокойно поднимать. Да, это были бы меньшие цифры, да, там 3,5 миллиона условно, да, кристаллов. Но это был бы всё равно новый рекорд. Но этот молодой человек и сделал что-то невероятное. Если из интересного ещё посмотреть, то я могу сказать, что он пронарил в сумме, в сумме, в сумме 50 тысяч расходников. Ну и, ну как бы сами понимаете, да, 50 тысяч расходки, то есть где-то за неделю по 10 тысяч припасов смело улетело ДАшки, ДДшки, Нитры, да, плюс мины, плюс аптеки. То есть, итого в духе, да, может даже больше, там получается, может по 1012-13, да, ДАшки, ДДшки, Нитры, плюс аптечки, плюс мины, да. Большое количество, реально, да. По коэффициенту тоже шею потихонечку начинает выезжать, да, это не какой-то, знаете, какой рейтинговый прям крутой аккаунт. Но этот молодой человек поставил новый рекорд, и такие моменты я никогда не могу упускать из своего внимания, обходить стороной, делать вид, что там ничего не произошло. Это реально жёсткие цифры, которые требуют определённой огласки. И что я вам могу ещё одно сказать, это то, что совсем скоро у нас произойдёт ещё одна история с рейтингами, и все те ребята, которые заинтересованы, которые желают видеть чаще вообще в принципе видеоролики, связанные с рейтингами, обязательно поддерживайте данный видеоролик. Гайка, но про подписку на канал, и как бы говорить уже, ну, не сказать, что устал, конечно, но если не подписан, то обязательно тоже подписывайтесь, конечно же. Конечно же, подписывайтесь. Это, наверное, всё, что я хотел вам сказать сегодня. Сегодня я не собирался сегодня обозревать какие-то ещё дополнительные аккаунты, лишь сказать, зафиксировать новый, мировой, можно сказать, мировой рекорд в танках онлайн по кристаллам за неделю. И повторюсь, я более чем уверен, что если не поднимутся коэффициенты, я имею в виду, не станут больше фонды, не станет каких-то лучших условий для набития кристаллов в матчмейкинге, этот рекорд останется в игре на долгое-долгое время. Прямо реально долгое. Это безумные цифры. И если бы здесь бы вместо 4 миллионов 200 бы стоял бы 5 миллионов, я бы железно поставил бы 100%, что такой рекорд уже точно никто не побьёт. Здесь же есть возможность его перебить, но вероятность того, что такое событие произойдёт когда-либо в игре, очень-очень маленькая. У меня, друзья, на этом сегодня всё. Всем спасибо за просмотр. Не играйте так много в эту игру, друзья, пожалуйста. Пожалуйста, не надо столько играть. Не надо. Это очень, это очень печально. Это очень печально. Я не буду никогда такие челленджи, скорее всего, больше никому удавать. Потому что, ну, это, это просто безумие какое-то. Когда чел бьёт 4 ляма 200! 4 ляма 200 за неделю! Мне становится плохо. Реально плохо. Всем спасибо. Прожимайте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok